Ежегодно благодаря проекту «Верхом на солнце» бесплатно проходят реабилитацию около ста детей. Проект предполагает регулярное проведение оздоровительных практик для детей с синдромом дауна, аутизмом и детским церебральным параличом. Мы начали ездить два года назад. Приехали, мы практически… он даже толком ровно ходить не мог. Площадь такой. Вялый ребёнок, апатичный, не умел читать, никакого интереса к жизни не было. Как стали ездить сюда, он у меня стал уверенный в себе. Научился читать, ему стало интересно. Имена лошадей, чтобы прочитать, он стал буквы у меня изучать. Он стал у меня уверенный в себе, стал ходить ровно. Социально значимый проект реализуется на базе конно-спортивных школ «Джигит» и «Ватан» и предусматривает проведение сеансов ипотерапии, реабилитации посредством адаптивной верховой езды. На сегодняшний день у нас очень хорошие результаты работы. Я не только инструктор, я также мама особенного ребёнка, жизнь которой изменила лошадь. У меня дочь с аутизмом и, в принципе, разговаривать она начала, можно сказать, на лошади, что и привело меня в эту работу. По словам родителей, ипотерапия даёт осязаемые результаты в лечении их детей. Они начинают лучше разговаривать, улучшается их физическое состояние и психологический настрой. Видим, конечно же, положительную динамику. Ребёнок стал более коммуникабельный, развивается, очень любит, конечно, своего коня. Алекса любишь, Абакар? Да, мне нравится. И хотим, конечно же, дальше продолжать это, чтобы как-то это развивалось в Дагестане, ипотерапия, потому что нуждаемся в ней не только мы и очень много деток. Более того, дети с ограниченными возможностями принимают участие в различных соревнованиях. Не так давно они, например, привезли со всероссийской спартакиады четыре медали с четырёх возможных. А это значит, что подобные реабилитационные практики дают ощутимые результаты. Сейчас тоже мы участвуем в проекте «Верхом на солнце». В прошлом году мы участвовали также в соревнованиях, то, что ей очень нравится. Каждый раз спрашивают. Из-за пандемии, конечно, у нас многое, что, в общем-то, отложилось. А так, в принципе, нам очень нравится. И не столько, сколько ей, мне и самой нравится сюда приезжать. Алина Богилова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ «Махачкала». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова